Трое магнитогорцев совершили восхождение на плато Мань-Пупунер. Это геологический памятник, который находится на северном Урале в республике Коми и входит в одно из семи чудес России. Причем маршрут наши земляки проложили весьма смелый. Они прошли по следам экспедиции Игоря Дятлова и побывали на легендарном перевале. Им пришлось пройти через огонь, воду и медные трубы, однако при всех трудностях поход не был лишен и необычных романтических моментов, каких выяснял Павел Берсенев. Никто из этих троих магнитогорцев не является профессиональным туристом. Походы, восхождение – все это лишь в свободное от работы время и, естественно, за свой счет. А помощи ждать, как правило, не откуда. К счастью, Константин Чабан работает на ММК, инженером в научно-техническом центре. За поддержкой он обратился к Союзу молодых металлургов. Молодые металлурги показали хорошую помощь, денежную, на билеты. Очень спасибо большое огромное. Восхождение магнитогорцы начали от реки Ауспия, что в Свердловском районе. Двое суток им понадобилось, чтобы достигнуть так называемого перевала Дятлова, где зимой 1959 года погибла группа из девяти человек. Про этот случай сняты десятки фильмов, как документальных, так и художественных. Однако, что именно стало причиной таинственной гибели, до конца неизвестно. Версий выдвигается очень много. От естественных, таких как Сход лавины, до конспирологических. Якобы туристы поплатились за то, что стали свидетелями секретных испытаний. Впрочем, любопытных такая мистика не отпудивает. Скорее наоборот. Кажется, скоро этот перевал может стать новой туристической Меккой. Автострады просто. Народу там прет. Со всей страны мы встретились. С Москвы, с Екатеринбурга, с Челябинска группа. Сборные группы со всех городов. С Перми. Очень много народа. Все идут, идут, идут. Впрочем, перевал для магнитогорцев был задачей минимум. Еще четверо суток понадобилось туристам, чтобы достигнуть цели. Плато Мань-Папунер, что в переводе на русский означает «малая гора идолов». Это место считается священным у местного народа Манси и с ним связано много легенд. Теперь могут долго рассказывать о нем и наши герои. Ведь именно там Александр сделал предложение руки и сердца Екатерине. Останец, он называется «Шаман», там самый большой, 30-метровый. Вот и возле него там много легенд. О нем ходят, что там обладают какой-то магической силой, по сути. И около него сделал предложение. Там эмоции и так зашкаливали. И тут вот еще, и не знаешь, чему радоваться больше. И куда вот эмоции. Эмоции вообще были вот разбросаны. Природа вот эта вот вся. Урал вообще очень красивый. Поэтому эмоционально даже вот не знаю, не могу передать все эмоции, которые были. Однако романтике было отведено в походе не очень много места. В основном же экспедиция – это постоянные испытания на прочность. Проверялось все – и силу духа, и физическая выносливость. А что такое непредсказуемая погода Северного Урала, наши земляки узнали, проходя через вершину Атартен. Атартен – это вообще там все про него. Там узкое место такое. И там он встречает всех снегом, там дождем. Нам дождь прям... Почувствовали, да? Почувствовали. Что такое Атартен? Промокло все насквозь, там, до рюкзаков. Обычно место, которое прикрывает рюкзаки, сухое остается, это все. Все. Вся одежда, короче, которая была, все промокло. Плюс еще вот это с перевала дует, там холодильный ужас. 12 дней длился поход магнитогорцев. Сейчас, находясь в родном городе, туристы все трудности вспоминают с улыбкой и между делом планируют новые маршруты. Павел Брюсенев, Василий Бабердин, телекомпания ТВИН. Такие крупные.